Бетс Айрелик, который по их мнению простиралась от моря до моря и по разным оценкам включали в себя много царств, она просто вынуждена была нападать. То есть суть армянского осознания, суть армянской идеологемы, психологического двуличия армянского, потому что с одной стороны есть нормальное осознание действительности, то есть конгенитивно способность человека. А другой есть конгенитивный диссонанс, когда человек вкупе с окружающей действительностью чувствует извечные стремления к самоуничижению. У армян есть такое понятие как халастани херин, то есть армянская боль. Почему-то они всегда стремятся к боли, я очень известное выражение, такое мазашистское стремление к боли. Армяне ожидали это наступление, они 30 лет готовились к этому наступлению. Они всегда знали, что Карам всегда будет за деянием, потому что они разрушили наши города. Они реализовали этноцит вкупе с урбицидами. Они не только убивали наших стариков, женщин, детей, они не только лишили возможность жить и творить наш народ, они пытались нас жить за светом. Для них, для армянской карты, карты сознания, этносознания и социального сознания нет такого народа, как азербайджанец. Некоторые представители армянства, не только в Армении, но и в диаспоральной армяне, они твердят о том, что Азербайджан вообще не существовал. Нет такого народа, как азербайджанец, нет такого этноса. И вообще тюрки это ближний народ, чуть ли не мы на камнях скакали, а потом приучили лошади, на этих площадях привезли захватывали. То есть я не буду обсуждать этот бред самосознания, поток самосознания по дереву, но вопрос в том, что армяне 30 лет, они грабили наши земли. Но во время этого грабежа они удосулись строить укрепление, так называемую линию Сейерана-Аганьяна. После 44-дневной войны, когда эта так называемая линия Сейерана-Аганьяна, которая рекламировала Шизин как линия Мальнер-Гейма, как линия Эдита, наши солдаты разнесли в пуху прах на эту линию, которую армяне выдавали за линию, которую невозможно пресечь, невозможно вообще уступиться к этой линии. А потом они поняли, что сепаратизм находится в опасности. Они поняли, что 30-летняя оккупация подошла к своим логическим концам. После окончания 44-дневной войны, после Отечественной войны, сепаратистская хунта, в простонародье называемого колхоз, которое решило, что оно почему-то является властью, почему-то является государством, и почему-то они могут управлять карабахскими, они знали, что придет раскладка. Потому что они, уничтожая наши города, камня на камне не оставили, а тогда мы, Сангеляна, Атвизулии, во многих районных центрах, во многих городах, я был там после боевых действий и во время боевых, и там не было ни одного здания, в которое вообще можно было бы возвести наш флаг. Вот в такой трагедии мы встретились. И самое главное, эти нашиты камни, они разбрасывали камни по этой земле. Но пришло время, когда надо было собирать камни. И они это знали. Они готовились, усиленно готовились. И по промажам для армян, определенным зонтиком, безопасности для армян, выступили российские миротворцы. Я бы не назвал это умышленными действиями России, потому что это, скорее всего, неосознанные, организирующие действия Российской Федерации в Южном Кавкаде, которые направлены были на то, чтобы засталбить себе место на Южном Кавкаде, особенно в Карабахе. Потому что России было выгодно, и сейчас выгодно, чтобы эта проблема существовала не просто сегодня или завтра. Эта проблема не была решена. Россия к этому стремилась всегда, для того, чтобы иметь рычаг давления, как для Армении, так и для Азербайджана. России было невыгодно решение карабахского вопроса, и поэтому российские миротворцы всячески оберегали сепаратистов. Всячески защищали их от нас, якобы их пониманий. Всячески помогали им. И совершенно не случайно, что вот на днях буквально был обнаружен еще один склад с боеприпасами, с кустарно сделанными армянскими вундервафлями. И вот эти вундервафлями снабжены боеприпасами, которые произведены в 2021, 2022 и даже в 2023 годах. То есть, Лачинская дорога всегда служила для Армении, для Карабахских армян, не дорогой жизни, как Ладожская дорога или Питская дорога в Кёнисберге. Это была дорога убийства, дорога террора, дорога подготовка к диверсиям. И они знали, что это настолько расплата, потому что за каждое деяние человек должен отвечать. И они должны были ответить. Но они никогда не думали, что расклады будут такой тяжелой, такой скоротечной. Азербайджанская армия преподала не только армянинам урок. Азербайджанская армия преподала урок всем нашим региональным, мягко выражаясь, грубо говоря, как и лисиды говорят, дни о другом. Очень емкий, конкретный и очень, как бы это помягче сказать, дипломатичный урок, что с нами нельзя шутить. Тем паче не стоит стрелять в наших гражданах. Тем паче не стоит устанавливать мин на наших дорогах. Мы настроены мир, хотим жить мирно со всеми нашими соседями. Мы хотим развивать добросоведство. Мы хотим развивать оригинальное сотрудничество. Но когда кто-либо возьмет оружие или с оружием в руках, будет угрожать нам, то он аксиматически. А приори является легитимная военная цель, которая подлежит уничтожению. Азербайджан никогда не ведет переговоры с террористами и не будет вести. Не будет человек, который поднимет оружие против азербайджанской граждан и будет угрожать Азербайджану, он подлежит уничтожению. Коротко и ясно. Да, понятно. Честно говоря, вы затронули такой момент, к которому мы хотели чуть позже подойти. Ну так как зашла речь о миротворцах и о новых боеприпасах, которые были обнаружены, и военной технике. В последнее время довольно-таки часто мы видим информацию и видеокадры, где российские миротворцы вывозят технику. И проходит такая информация, что это не совсем та техника, которую привозили миротворцы. Возможно ли такой вариант, что конфискованная у сепаратистов техника, сейчас часть ее или же вся полностью... Как назвать незаконного вооруженного формирования, вообще-то словосочетание незаконного вооруженного формирования, оно мне теребит в сну. Оно мне немножко давит, потому что у Карабахской армии в принципе априори не могли быть в принципе вооруженных законных формирований, потому что в административном территориальном отделении Азербайджана нет такого понятия, как Нагорный Карабах. И ни одна административная единица Азербайджана не имеет права конституционально, и комменциально, и законодательно иметь вооруженных формирований. Так что это обычный банк формирований, обычные гопники вооруженные, обычные сепары. Такие же сепары, которые тусуются в Лугамбоне, такие же сепары, которые тусуются в Приднестровье, в Абхазии, в Осетии. Эти очень яркие истории, которые находятся на обочине жизни, они почему-то думают, что с помощью России они что-то могут решать. Да, суть важна. Важно то, что Россия пыталась вывести некоторое вооружение, некоторую военную технику, но еще нет точных данных, которых я мог бы оперировать. То есть операбельными данными я не владею. Я могу, да, думать, я могу анализировать, я могу наводить тень на плите и говорить, что да, есть некоторое вооружение, которое россияне вывозят. Но, еще и повторяю, для этого надо иметь, во-первых, список разоруженных техник, которые попали во время разоружения бандитских формирований. И, во-вторых, список вывезенной техники. Россияне говорят, что это обычная ротация, это обычный процесс, который происходит в Идеевчине. Ну, в любом случае, да, я думаю, что вводимая техника ни по списку, ни по формированию, ни по типу не подходит к вывозимой технике. Скорее всего, там просто какая-то ротация, и я думаю, что наши соответствующие государственные структуры остались неведеными. Ясно. И еще один вопрос по поводу миротворческого контингента. На фоне того, что они сворачивают свои посты, как вы думаете, ваше личное мнение? Они могут сворачиваться, разворачиваться. Да не мешайте, ребята нашли хорошее место. Безопасное место, хорошо им платят. Они не умирают, как другие ватники в Украине или на Украине. Да как вам угодно. Они припарковывались с армяшками, они продавали всякие тушенки, макароны и другие оборонопродукты, цитирующиеся в наших театральных персонажах. Всякие хакарушки были в их услужении. Надо вещи наделать своими именами. Я абсолютно не уверен, что через год на Армении будет масса голубоглазых и русских армянинов, ашотов, суренов и других. Да, война оставляет след. Есть его, еще раз возвращаюсь, Брехту. У него есть прекрасное произведение «Мамаша Кураж», «Лев Куража». Армяне всегда, как «Мамаша Кураж», были маркетангами. Они всегда шли обозами вслед армии. И они этим питались. И теперь российские миротворцы остались ни с чем. Армяне нет, в принципе. Они совершили массовый добровольный исход. Как хотите это называть. Некоторые армянские пропагандоны это называют «экзодус». Весьма романтичный. Только Моисея армянского не хватает. И уверяю вас, скорее всего, армяне скажут, что Моисей это был древний башноц или древний мотевос. Мало ли? И как другие армянские пропагандисты называют «филинг», то есть «уход». Да не надо же как бы они называть. Как бы Вертолёта называть крокодилом, он от этого репетилию не станет. Но российские миротворцы, по сути, они нам пока нужны. Да, армян. Я не российский пропагандист. Я не питаю иллюзий насчет Российской Федерации. Я не говорю желанием аплодировать политики Леодимира Леодимировича Путина. Я не говорю неестественное желание и похоти к российской политике. Нет. Я весьма трезво оцениваю эти вещи. Да, я могу говорить пафосно, я могу стучать кулаком по столу, как отец Фёдор. Призывать кару небесную на голову российских миротворцев и сказать «да, коли я буду». В наших социальных сетях многие любят это. Доколе мы будем терпеть это и всё такое. Давайте без эмоций, давайте холодным рассудком и трезво оценивать ситуацию. А ситуация такова. Россия является одним из пяти членов Совета Безопасности ООН. Имеет право голоса и имеет право вето. Российский миротворец по сути своей является международным миротворцем контингента. И представьте, на минуточку. Как говорят, они считают, что такие русские ушли. Осталось пустое место. Франция, Канада, Бельгия, Голландия. И присоединившись к ним всякая милюзга вроде Португалии, Лексенбурга и других миниторосликов, политических гномов. Будет требовать, что в Карабах необходимо ввести международный миротворческий контингент, дабы обеспечить карабахских времен правами и обеспечить их безопасность. Так что мы будем делать? А ничего. Резолюции будут приняты. Не мне вам говорить, как работает ООН. Не мне вам говорить, какими путями всякие резолюции, всякая макулатура там принимается. И не мне вам говорить, что ООН по сути является не потенциальным миротворцем, а политическим импотентом. Потому что четыре резолюции ООН по поводу армян так и не были выполнены в течение 30 лет. Точнее 27 лет. Потому что четыре резолюции были приняты в 1993 году, где черным по белому было написано, что армянские оккупационные силы немедленно должны быть в любительной территории Азербайджана. То есть это написано, что армяне могут емозить по дереву, кричать, рвать волосы, бить пяткой в грудь, рвать тельняшку армянцу. Кстати, самая древняя тельняшка в мире. Первым отделом ее армянина, потом динозавр. Неважно. Российские миротворцы нам нужны и по другой причине. Потому что нам не следует рвать геополитическим и особенно геостративистическим уз с Россией. Нам не следует враждовать с Россией. Нам не следует стать ультиматумом, угрожать. Мы видим, что стало с теми, кто угрожал России. Это Украина, Молдова, это Киргизия, это Грузия. Я не говорю, что мы должны бояться, всячески потакать с Россией в Южном Кавказе. Нет. Мы должны вести политику обособленного геополитического паритета, определенного паритета на Южном Кавказе. Мы должны следовать тому курсу, который предначерпан нам политическим обстоятельствам и теми ресурсами, которыми мы владеем. А ресурсов у нас много, достаточно много. Мы имеем возможность продавливать решения не только международных платформ, но и международным организациям. Да, многие международные организации, они выполняют, по сути, свои изначальные обязанности. Многие из них проармянские. И не случайно, что во многих резолюциях, принятых некоторым парламентом, не случайно, что приняты некоторым государством в резолюциях, там написано о христианском населении Нагорного Карабаха. Не армяне, а христианском населении. Это от того, что, хотя я очень люблю это слово, для коллективного Запада, Нагорный Карабах, бывший, преснопамятный, который почувствовал благополучно в Бозе. Карабахский армяне является самым западным, восточным фронтом христианства, определенными мессианскими силами. А Азербайджан является самым западным фронтом, западным окопом Востока. Представьте себя среднестатистического Джона, среднестатистического Пьера, который читает новости и читает о том, что христиане якобы ушли из Карабаха. Вот и все, Ларис, очень просто открывается. И в этой ситуации Россия нам нужна, еще раз повторяю. Мы не должны вдаваться в эмоции, мы не должны руководствоваться чувствами, потому что чувства являются плохим помощником в политике. Политике не важен никаких чувств. У нас есть друзья, да, это Турция, Израиль, Пакистан, Италия, Меглия, ну и другие. Можно перечитать очень легко. Но, как говорил Лизавида Сэр Уинстон Чорчилль, что касается остальных государств, следуя Чорчиллю, у нас нет друзей, у нас есть интерес. И следуя наших интересам, мы должны вести прагматичные, рациональные. И наступательную политику. И несбалансированную политику. Сбалансированная политика – это жупы для нас. Что к этому называется сбалансированная политика для нас? То есть мы должны вести определенный баланс интересов между Россией, например, и Грузией. То есть если назвать вещи своими именами. Мы не должны в России говорить, что вот видите ли, Абхазия и Южная Осетия не оккупированы вами. А они ведь, оказывается, в этом прекрасно не проснулись, из чего-то вот с Бадуна решили, что им нужно стать гражданами Российской Федерации. Вот это и есть, в кавычках, сбалансированная политика. Нет, у Азербайджана не было такой политики и не будет, и не не одетесь. В Азербайджане есть политика, которая основана на интересах граждан Азербайджана и на интересах государства Азербайджана. То есть у нас государственная дипломатия. А это требует сбалансированного, прагматичного, рационального, хладнокровного отношения, как взаимоотношения в постсоветском пространстве, так и взаимоотношения с другими частями света, государственными другими частями света. Как востока, так и запада. По большому счету, до сентябрьских событий 2023 года все желали, чтобы российские отводцы скорее покинули бы Карабахский регион, но все прекрасно, большинство прекрасно поняло, что они нужны после сентябрьских событий, они действительно нужны. Вопрос был немножко иного плана, то есть мы вас спросили, как вы думаете, до какого периода они смогут задержаться? Да, да. Я вас понял, я не Михаил Сергеевич Карабахович, чтобы говорить много ни о чем. Нет, я это не люблю. Я вполне конкретно вам ответил, но если вы хотите, чтобы я еще конкретно вам сказал, очень, я скажу. Хотя я этого никогда не делаю, но все-таки сделаю для слушателей и зрителей вашего многоуважаемого канала. Весь вопрос в том, что российские миротворцы по сути своей, они не являются определенным балансом интересов для нас и для государства. Российские миротворцы, они уйдут, ребята, комрады, дорогие мои, они уйдут до 2025 года, они уйдут, они вынуждены уйти. Потому что, я не могу раскрыть весь пассиат геополитический, который некоторые сели пытаются раскладывать перед нами. Но кто играет среди вас в покер, знает, что есть такое понятие, как блеф. Россия блефует, она показывает себя гораздо сильнее, чем на самом деле есть. Хотя Россия, как в произведении Виктора Геого, это словно о глинных ногах. Это как вверхная вольта с ядерными ракетами. Россия уйдет, не волнуйся. До 2025 года не осталось ни одного российских миротворца на территории Азербайджана. Но мы не будем давить на Россию. Мы не будем требовать, чтобы они быстро убрались с нашей земли. Мы не будем подталкивать россиянским миротворцам, пинкали под зад и говорить, что ребята убрать. Нет. Поэтому не будем делать. Мы поступим весьма нудно, как всегда поступаем. Смотрите, есть два стиля поведения. Первый стиль поведения – это агрессивно, немножко истерично. Это стиль поведения присущ некоторым главам государства и главам правительства. Увы, этот стиль поведения присущ Николу Воваевичу Пашиняну. Он всегда истерит. Он всегда требует, угрожает, что-то предлагает. Он мащет своей тщедушной рукой. Он мащет кулачками. Он угрожает пальчиком, мащет пальчиком, что-то в России. В том числе интервью в Итальянской Републике или там Американской Уолл-Серд-Джорнел. Но дело слова, другое дело. Что он сделал? В принципе, ничего. Армения не вышла ни из одной организации, находящейся под патронажем, под контролем России. Ни из Евразийского экономического союза, ни из Евразийского таможенного союза, ни из ОДКБ, ни из ОСНГ, ни откуда, просто ничего. Почему? Потому что вся, без преувеличения, я не драматизирую ситуацию, вся экономика Армении, она зависима от России. Давайте говорить фактами, без обоих. 73% промышленности и средней и легкой промышленности контролируются российскими концернами, почитай, государственными российскими. 100% железных дорог Армении, 100% газораспределительных сетей, 100% отелей, курортов, развлекательных центров, 100% пищевой промышленности, 98,6% машиностроения, 46, если не ошибаюсь, и 7% горнодобывающей промышленности, 83% текстильный трикотаж и 62% капитального строительства находятся под контролем России. Кроме того, южная граница Армении с Турцией под контролем российских пограничников. С Ираном стоят российские пограничники. На условных границах с Азербайджаном нет российских пограничников. Есть определенные штурмации, которые называются, этот сброд называемый армянской армией, и все. Армения ничего не сделала, чтобы уйти из-под колпака, из-под зонтика России. Ребят, ничего, абсолютно. Это одни слова, ветер. Кроме того, Николай Лаваевич почему-то очень любит хвалиться и машет бумажкой, где написано, что якобы армия в течение последних 17 месяцев достигла неимоверной экономической высоты, чуть ли не 90% роста ВВП. Но этот рост связан с реэкспортом в Россию и из России, а точнее в Россию. Потому что армянские фирмы, на бумаге называемые армянские фирмы, на самом деле это все фирмы однодневки, предназначены российским концернам и особенно вами промышленный комплекс в России. Они покупают многие детали, многие компоненты, многие запасные части, комплектующие для российской армии. Но одна цифра, и в нынешнем году увеличили реэкспорт, импорт и экспорт микросхемы на 618%. Производство микросхемы в России выросло на 4,5%. Идея на каких производствах, на каких предприятиях. Нет же в Америке предприятия, нет же такого промышленного потенциала. То есть, в период, где вышесказано, хотя вышесказано тоже неправильно, потому что я вы что-нибудь сказал. Я с вами разговариваю, это официальный оборот, идиома. Предприятие сказано, но я могу сказать, что российский миротворцов уйдет. И не зависит от нашего желания, нет. Россия уйдет из Азербайджана для политических и особенно политических процессов. Россия уйдет из Азербайджана для того, чтобы остаться в Азербайджане. Как бы, либо французский фильм, да, французский, но Гомон, сути, снял, уйти, чтобы отстать. Вот, Россия уйдет из Азербайджана, чтобы остаться в Азербайджане. Думать, в экономике, в промышленности, в политике, на малой и где. Амель, например, расстроить во многих странах, хочу иметь более высоко военно-пас. И в Азербайджане не будет. Российский миротворцов тем паче не будет. Потому что Конституция Азербайджана, ни одно государство, не имеет права размещать свои военно-пас. Свои военно-пасы в Азербайджане. Есть немножко длинное. Я уничтожил свои обучающие извинения. Вот ситуация. Ответ. Вот такие вопрос. Я оптимист. Ну, это хорошо, что вы оптимист. Откровенно говоря, отвечая на вопрос про миротворцев, вы автоматически ответили на один из наших других вопросов, который касался, уходит ли Армения из-под зонстика России, и что нужно России сделать для этого. Ну, вы уже, опять-таки, отвечая на вопрос про миротворцев, ответили на этот вопрос. Вы также затронули коллективный Запад, и также Россию немало мы затрагивали. Вот в этой связи я хотел бы вам задать вопрос. Как вы думаете, в какой стране, в какой республике, Армении или Азербайджану, какая из площадок более ближе для переговоров, и по какой причине? Хорошо. Я отвечу на вашу вопрос. Я очень известный, у меня всякие неинтересные личности, я вам очень не отвечаю. Для нас деваки. Кто повар? Сказано нам. Для нас не важно, как зовут повара. Женатый. Какой реликий. Блюдет ли он кашлевостью, или он кашлевит, или можно, он вообще постафарианц, он слушает Саша Регги. Не важно. И суть важна. Существует не важно. Для нас, конечно, не процесс. Хотя Лев Троцкий, его заброшен, говорил, что процесс роживает результат. Нет, нам нужен сам результат. Нам не важно, где будет подняться в мире. В Вашем году, в Брюсселе, в Москве, в Ашкабаде, в Синкополе, или в Кот-Дуа. Не важно. Нам также не важно, кто будет последником. Хотя многие государства пытаются ходить не только по средникам, но и модераторам этого процесса. в Синкополе, в Синкополе, в Америке, в Европейский Союз, по предварительству въездах матчей, президента политического совета Европейского Союза, Шумишель. Я не знаю. И да, что БК, старого индейца Сиул, или Фазбол. Они все пытаются указать нам путь всего этого будущего. Они пытаются появились на все раньше какие-либо хорошие, бриллиантовые, яхонтовые. Только с ними там открываются розовые дали, где текут лучшие реки, где есть кисельные берега. Но мы с нами не будем это все проходить. Нам не важно, кто будет играть. где будет подписан мирный договор. Нам был подписан мирный договор. Это Альфа. Чтобы описавшая сторона армии выполняла то, что там написано. Потому что мы имеем больший опыт того, что армия как государство синкретическое и искусственное образование намерила понять то, что обещала. Армения не выполнили ни один пункт из договора в трехседовом заявлении, подписанного в 10-м в 20-м год. Вы это знаете. Армения выполнили ни одно взятое настрадательство. Армения всячески монтирует, всячески пытается выгодить время, всячески вы думаете искусственное препонт, вы думаете искусственное совершенно несуразно абсурдное англо не в 10-м но если вы хотите на конкретную дату в ближайшие месяцы ситуация будет активизирована и интенсифицирована. В несколько месяцев подписан верно в долг начнутся процесс мотива, переметается делокация условных границ международной Армении начнутся релокация анклава наших и освобождение от оккупации семей казахстан района и одного села Нахчеванской автономной республики. Кроме этого я надеюсь Армения возьмется за ум и начнется реализация заинвезольственного транспортного коридора. В принципе все просто. Кстати сначала можно сказать вы обещали что мы даже будем говорить назад хотя мы с вами можем поселить беседу. Как вам удобно? Как вам удобно? Мне все удобно. Вам удобно. Нам разницы нет. Я хотел бы напомнить всем нашим слушателям у кого возникают вопросы поднимайте руки мы вам предоставим слово обязательно. Эльчимбай вот вы затронули тему Зангизурского коридора на данный момент кому допустим не то чтобы кому почему Армения противится этому коридору и в той же степени почему Иран не хочет чтобы этот коридор реализовался тут экономические в основном эти или политические? Наш глубоко степени они не не возможно отделить позитивские интересы преференции от экономических выгод и потому что не только зарплаты но и Армения является официаром в этом проекте Армения получила выгоду от этого проекта потому что Армения выйдет из транспортных блокад Армения с вами участвует в трансрегиональных проектах который сулит миллиардную выгоду ежегодно Армения может получить по самопределительным оценкам от 1,2 миллиарда до 2,2 миллиарда от коридора до дождя но отвечая на ваш вопрос я бы хотел начать с Ирана Иран не скоперативно этого проекта потому что Иран не хотел подразмениться в саммите иранских политиков и иранские и особенно политические цепляшки Ирана мы увидим что через агентозуческий транспортный коридор под реализу Иранская Иславская Республика потерпает выход к морю через аминь во-первых во-вторых Иран боялся до сих пор полиции усиление геополитического влияния Турции в Южном Кавкарте ирану не нравится когда Турция Патистан Великобритания и Израиль вместе в кооперации кооперировали свои действия пытаются и геополитическим шагом хотя он уже изменился с на зарплате в декабли геополитическом реалии я очень извиняюсь у вас минут 10 наверное звук очень плохой прерывистый такое ощущение как бы качество связи нет дело не в наушниках качество связи звук прерывистый идет ну вы сейчас меня как слышите сейчас замечательно ну очень хорошо видите наушниках теперь я перечислил геополитические трилоги трилоги ирана есть еще военный аспект иран не хочет я понимаю что третья страна не региональная страна весьма реальная страна от южного кавказа именно здесь войска фрагмара войны и особенно не велигодской иранской и полирикальной власти военную базу иран поэтому никогда не желал чтобы этот проект не претворен и самое последнее иран думал что зарезавший транспорт на корректуре является альтернативой геополитическому масштабному гигантскому проекту Северный но потом начались переговоры помните это колодное отношение между ираном и дошло эти маневры рядом с нашей границей потом наш учение рядом с иранской границей я не буду это вспоминать но это популярно весьма доходчиво и на пальцах объяснить ирану что этот проект вовсе не имеет на снятие проектов наоборот этот проект дефицирует транспортные региональные субрегиональные узбородские ираны во-первых во-вторых азербайджан является тем государством в котором возможно ни один еще раз повторяю ни один трансфегиональный и субрегиональный даже международный транспорт для капсона проект на Южном Кавказе просто невозможно обойти азербайджан сделать что-то в принципе верить на симпатиях и антипатиях азербайджан это реальность которая перед нами и он это понял и именно понимали ирана суть происходящее новых процессов от такого тегара к нормализации отношения с азербайджаном потому что тегара понял что и армия союзник как из крокодилов метла ирану члены говорят ей всегда было нужно как рыбий зонтик просто армия нужно было ирану для давления на азербайджан и на Турцию во вторых предотвращая вас вопрос об отношениях между армияном и персом я вам скажу что отношения с армией нужно было ирану также для того чтобы посредством азербайджан посредством диаспоративных возможностей как азербайджан ирану немножко смягчить премия санкций претворенного западом против ирана вот кроме и самое последнее армияне иране всегда были плакаты потемки деревьев для посредством ирана что могут смотреть как у нас христиане живут ираны ираны не могут армии своей веселой жизни если эмоционально аэтим эмоционально то иран понял что без организации отношения с азербайджан невозможно иран разочаровался в Армении как потенциальный союзник как союзник из Армении который не имеет никакого полицейского перспектива и какие-то экономические перспективы не налаживая связь с Турцией с Азербайджаном поэтому иран решил деморизовать отношения с Азербайджаном и подписал первым делом соглашение об автомобильном мосте между Азербайджаном и Ираном а потом он дал свое согласие на альтернативный проект за герезорьевшим коридором то есть за герезорьевшим транспортным коридором который он должен пройти по территории Ирана тем самым Азербайджан одним ударом убили не двух сальцев а совершен геноцид сальцев в них но не будет сказать но первое мы армии дали понять что свет не сошел на герезорьевшим транспортном коридоре если армия как против уперся ногом обкосять дверь мол никогда он не даст транспортным коридором быть так быть очень валя здесь в случае герезорьевшим коридор Армения опять осталась страной от милиции от новых логистических маршрутов и тому подобное и нам с азербайджаном может заменить многие преференциям ирану как воздух необходим транспортный стабильный транспортный коридор в России а без Азербайджана плюс невозможно именно и Россия это понимает именно и поэтому Россия согласилась оплатить недостаившие средства точнее 1,3 миллиарда долларов для строения жизнедорожного узла между городами Раш и Александр и Санкт-Петербург и самое главное Азербайджан объявил очередную дипломатистскую весьма существенную победу эти вопросы вот так спасибо я очень да я вам еще одно и скажу все-таки проблема у нас была не в наушниках потому что звук на тот момент справился на несколько секунд я сейчас спросил у наших техников они говорят я не понял что вы говорите звук настолько плохой я не понял честно говоря я советую сделать вам выйти замуж знаете если нет хорошо хорошо давайте в Азербайджанском тоже будем потому что мы подумаем с Винкут или на русском или окей про то нету я просто не знаю в корюшн будет удобно на Азербайджанском задать или нет потому что пользователь долгое время живет в России но всех приветствую добрый вечер Эльчинбей но звук действительно не наладился звук очень плохой тяжело слушать как-то можно это исправить друзья я бы задал вопрос я вас слышу да еще раз всех приветствую Эльчинбей такой вопрос значит исходя из того что экономически Армения это понятно стопроцентно зависимая она настолько независима что от нее ничего не зависит скажем так но существует значит есть такие организации террористические вроде АСАЛА сейчас новая террористическая организация ВОМА как вы думаете есть угроза национальной безопасности Азербайджана со стороны подобных террористических организаций насколько эта организация способна совершать какие-то диверсионные акты скажем так что ну нельзя недооценивать своего противника спасибо вопрос в том что армянская секретная армия освобождения Армении колб Касла давно почти позже она давно умерла ее нет есть отголоски организация некоторые юнцы папки на аналитике и диван на аналитике которые в телеграме особенно в телеграме телеграм-каналах и в социальных сетях выдают себя за спа пишут что-то строчат что-то делает что-то я вам точно говорю что террористической организации под званием Асалана не существует потому что в этом не заинтересованы сами армяне да они возблигнут памятник Монтану Коняне и всякими группами выражаться не террористами но время Асалана давно прошло да вместо нее есть ВОМА ВОМА это как взрослые дяди и тети взрослые люди вроде увы не обременно интеллектом и с сознанием в Америке решили играть в игру они в принципе инкоррировали все сзади и решили что мол они должны все время готовиться к войне и поэтому они роют окопы сооружают условно границы обучают армянских детей кто платит кстати ВОМА это платно обучается защищая Армению армянин должен платить вот такие отскалы в Уразии но я не думаю что ВОМА что-то сделала для против Азербайджана потому очень много очень много заявлений очень много насугленных бровей всяких идиотских извиняюсь за выражение и абсурдных маразматистских измышлений об армянской истории об армянской армии об сути Армении не просто армян в принципе Армения сама по себе искусственное образование но армяне когда живут за границей они начинают жить как нормальные люди в США во Франции и в других странах потому что они начинают жить соответственно в то место проживания где они есть то есть начинают жить как французы как итальянцы как американцы Ла-Санкса шотландцев но когда они вместе особенно в Армении они начинают жить как армяне в АМО может строить бункера какие-то покрышки из-за этого но как я вам скажу в АМО и руководит прощенка аферин настоящий этот человек собирает деньги этот человек все время прочит донат так же как незабвенный воинствующий пиздельник не к батальян он же Булгер он собирает деньги это все пошелки армян которые живут в России в Казахстане святынки в принципе ничего не изменили со времен Остапа Бендера тот же самый руководитель ЗАМА собирает деньги на союз меча и аллы и говорит что заграница нам поможет и думают и все говорят что 500 долларов не способны титана мысли гиганта не АМА это маленький шлепок который азербайджанский армян думает на что-то способен но азербайджанская армия раздавит ВАМА в течение полчаса я не думаю что ВАМА сама по себе опасна опасна не ВАМА опасна то что они думают а они думают что они должны вернуть утраченное опять оккупировать часть Азербайджана есть особенно старшие и худые умом армяне которые опять предлагают тебя Баку и потом нет но в Армении очень сильны реваншистские настроения очень сильны особенно российские и французские теоспоры Американцы страдают пока что болезнью в таком состоянии но мы должны трезваться в этой ситуации всегда быть готовы к всплесну к черному всплеску армянского национализма армянского реваншизма что я никогда не говорил потому что доверять армянам это открыть дверь очередным бедам это как открыть ящик покора никогда мы можем жить рядом но вместе вместе с армянами честно говоря я не так финистичен — Не, не могу по-немецки, но вряд ли. — Вы привели замечательную фразу Винстона Черчилля, это навеяло. — Вы знаете, мое любимое у Ницше есть, который сказал, что дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов. — Вопрос такой, насколько готов намордник для армянской стороны в плане мирного договора? — То есть, не просто, я понимаю, что сложно, но ваш прогноз, да, и насколько это зависит напрямую от событий, происходящих, скажем так, боевых действий, от успехов той или иной стороны в боевых действиях России и Украины? Спасибо. — Спасибо за вопрос. Начнем с Нички. У того же самого Нички есть прекрасное мнение о том, что правда всегда не смешивая. Я не сторонник не сеанса, не сторонник АНР, не сторонник Нички. Нет. Просто трезвая оценка ситуации, мы должны понять одно. У нас единственный союзник является мы сами. У нас должна быть сильная армия, у нас должна быть всегда быть сильная экономика, у нас должна быть заточенная под оборону и, если надо, под наступление экономика. И как микроэкономика, это показатель должен соответствовать тому, что армия и народ должны спицевые ответить принятию. Этот лидионогий, в принципе, в теории. А что касается правки, армяне, даже если подпишут мирный договор, они не будут закапывать топор вольтный, даже не надейтесь. Тот, этот этнос, забудет то, что с ними было. Хотя то, что с ними было, это не мы, они сами виноваты в том, что произошло с ними. Например, самая виновата в том, что доверившись Франции в течение двух столетий, четырех же дней, были обмануты Францией. Самая виновата в том, что доверившись США и Британии, они были жестоко обмануты. Самая виновата в том, что доверившись армянской диаспоре, они начали в течение под названием Карабаха-сепаратизм. И если мы даже подпишем мирный договор, у нас всегда должен быть готовым нам. В этой позиции я сторонник политики Израиля. У нас должна быть сильнейшая экономика в регионе, но одновременно и сильнейшая армия в регионе. Потому что политики и то, что не могут решить экономисты, всегда решают солдаты. Я думаю, что урок полученный армянами, несмотря на все заверения армян, а также на право некоторых наших политических экспортов, которые я в курсе не согласен, это не вошел в прок армянам. Они быстро забудут, что с ними было, и опять начнут свои танцы с бубном. Начнутся опять территориальные притязания, опять начнется вой в северном, что произошло с ними в Азербайджане. Я не доказываю все бродовые смышления армянских политиков и блогеров. Это, например, я скажу коротко. Как не следует жить в этот вопрос, и как не следует думать. Для этого стоит просто зайти и читать армянских блогеров в Телеграме. Того же Чистосица, того же Мина. Я думаю, что мы видим ее, я понял, что это означает ужас, ужас, ужас. Ну, в принципе, вот так. С армянами я думаю, что... Айдиндир, Эльчин бэй. Меним белый раз у меня есть вопрос. Карабағдан кокен эрмянам, сизинным мануматом выглядело, или о том, что вы думаете, какие-то государственные страны, какие-то государственные страны, или о том, что у вас есть вопрос? У вас есть вопрос, нет? Карабағы эрмянами Азербайджан, Продолжение следует... 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 Восстанте, есть ли уроки, в октябре 7-е, если вы думаете, что это было, но если вы не будете, как уроки, как работают, как уроки, это было, как уроки, и они не смогли от себя, во время, в этом случае, в том случае, в том случае, Продолжение следует... 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 modelay foreign и из до 包 watch и Севастопольск, в том числе, Я с вами был бы, я иду, и я, Венямин Итаниаху, в октябре 7-е, он был бы, и он был бы, и он был бы, и он был бы, Венямин Итаниаху, в кабинетах, в мастрелах, в ручьеве и коррупциях, влашлое, что-то, Венямин Итаниаху, который был бы, Продолжение следует... 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 а и 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 Продолжение следует... 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 таять и не будем вас не является лидером арабского лица вас для простых арабов и сопротивления то есть я говорю для зрителей я скажу я в совершенстве вопрос то у что хамаз ныне среди всех организаций кофессионально религиозно выступает автоматически к лагерю сторонников израиля во вторых тем больше будет война тем более упрачивается позиция религиозных экстремистов фанатиков потому что фанатики перефразируя слава мухаммад алей салама они очень неправильно очень гадкую мысль о том что якобы в коране за том что убивать евреями это правильно и может упрачивается из политиков правду есть так будет проживаться есть это правда не патричная течение бюджа риди то есть в австрии франции виталии словении многие всякие партии правоэкстремистовского ультра радикально экстремистовского толка не будет всегда крым в воде то что будет твориться в россии в россии само по себе властный вертикал давно и на это показали многие события самый последний поход великий поход уже в кавычках великий поход и событий которые произошли в корчаеве черепчатами и другим частям северного кавказа весь мир в россии нет воинствующие установки проникли в махачкалевский аэропорт официальный телеканал федеральный телеканал метить они дали информацию под таким солнцем посторонние и воинствующие группы что они сказали евреев яхудов как они ну хорошо яхудов что они собирают яхудов повесить убить расчленить что это непонятно тем более непонятно когда в рамках говорите и кричит что давайте тот человек отправим в аэропорт посмотрим где там евреи или нет отправили но начали бы там какого-нибудь еврея что убили бы избили бы раскалом сам ну что они и непонятно с типом поведения хотя что говорили давно поведение и власти россии вообще да распустил пост российские правоохранные органы вышли и говорят вот видите мы сейчас будем ловить наказывать не пущать пост не надо лохать кулаками после траки надо было ловить этих людей потому что антисемитизм это зло антисемитизм это хуже чем нацизм с этим одновременно мы не должны забывать о правах людей которые хотят шлить которые не хотят умирать потому что Хамас рядом с Хамасом находится и самое последнее я абсолютно уверен что захотят воспользоваться враги в Азербайджане особенно те которые находятся в южной стороне под названием эти люди давно точат зуб на наши государства на наш народ люди в социальных сетях во всех платформах несут якобы свет познания но они несут врагу они несут несогласие с противной стороной а для них не поделены на две части Гавль-Харб и Бару-Иссалам мы находимся в Гавль-Харбе и для них видятся черные и белые мы для них черные они белые вот именно исходя из этого я говорю всего что этого это крик поскорее закончился я также говорю в силу чтобы хоть крупицу разума и сознание тем псевдоэкспертов которые меняют свои убеждения пять раз в день переобуваются в ручке и пытаются обманывать народ одно дело когда не сведущий человек говорит совершенно не сознательно его понятия он знает человека бог но когда я знаю ситуацию начинает нести ложь в массы сознательно враг я просто призываю я проживаю мира быть хладнокровны и любить свою родину потому что та стила которая создала эту родину может отвернуться хотя его любовь безгранична но не стоит испытывать это Эль Чимбай и добавить даже нечего правда даже и не собирались я хочу от имени канала от имени всех пользователей поблагодарить вам огромную благодарность за то что вы уделили нам время очень спасибо за очень интересный разговор очень действительно было интересно еще раз вам большое спасибо надеемся что мы еще увидимся с вами и очень будем обсуждать как прошедшие события я вам я вам спасибо всем зрителям которые утратили и потратили время услышали я просто что у нас все вышли мы можем где угодно в России во Франции где угодно но без Родины без флага никто ничего просто избой надо беречь эту Родину потому что потеряв мы потеряем себя и будущее что все 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 Вот так.